Постэмбриональное развитие – период от рождения организма или выхода из яйцевых оболочек до смерти. Продолжительность постэмбрионального периода различна. Наибольшую продолжительность жизни имеют древесные растения. Секвоя генерал Шерман, ее возраст 2700 лет. Помимо такого почтенного возраста, она отличается и другими параметрами. Высота 84 метра, обхват у земли 31 метр. И она продолжает расти, увеличивая обхват ежегодно на полтора сантиметра. На земле живут черепахи, которым было от 25 до 50 лет, когда Чарльз Дарвин только родился. Существуют киты, у которых в плоти остались острия из слоновой кости 200-летней давности. Туатары также среди самых долгоживущих позвоночных на земле. И некоторые их представители живут от 100 до 200 лет. Человек живет около 100 лет. Правда, до этой отметки доживают далеко не все. Всех, кому больше 100, но меньше 110 лет, в мире почти 200 тысяч. Очень много долгожителей дает Япония и горные страны, в числе которых Абхазия, Грузия, Азербайджан. А в Японии тех, кому за 100, больше 28 тысяч. Постэмбриональный период подразделяется на три периода. Ювенильный, пубертатный и период старения, или, как его еще называют, синильный. Первый период, ювенильный, продолжается до окончания полового созревания. Постэмбриональное развитие может быть прямым или непрямым. При прямом развитии из яйцевых оболочек или из тела матери выходит организм небольших размеров, но в нем заложены все основные органы, свойственные взрослому животному. Такой тип развития характерен для присмыкающихся, птиц, млекопитающих. При непрямом развитии из яйца выходит личинка, обычно устроенная проще взрослого животного. Личинка может иметь органы, исчезающие у взрослого животного, что связано с разными средами обитания личинки и взрослого организма. Например, хвост и жабры есть у головастика, но отсутствуют у взрослой лягушки. Дальнейшее развитие сводится в основном к росту и половому созреванию. Рост бывает определенным и неопределенным. Неопределенный рост происходит в течение всей жизни. Неопределенный рост характерен для растений, грибов, некоторых животных, например, моллюсков. Определенный рост происходит до определенного периода антогенеза. Он характерен для большинства животных. Контроль роста у растений и животных осуществляется при помощи гормонов. В ходе эволюции у животных сформировались сложные циклы развития. Так, метаморфоз при непрямом развитии может быть полным и неполным. При полном метаморфозе организм проходит стадию куколки, во время которой происходит фундаментальная его перестройка. Примером развития с полным метаморфозом является развитие бабочки. Из отложенных самкой яиц выходят личинки, гусеницы. Набрав определенную массу, гусеница окукливается, а затем из куколки выходит взрослая бабочка. У кузнечика, представителя отряда прямокрылые, личинка внешне похожа на взрослую особь, не имеет крыльев. После нескольких линик личинка превращается во взрослое насекомое. Это непрямое развитие с неполным метаморфозом. Интересный пример непрямого развития без метаморфоза – развитие асцидии. Асцидии – удивительные существа. Раньше ученые считали их не совсем обычными моллюсками, но они оказались ближайшими родственниками позвоночных. Размножаются двумя способами – бесполым и половым. Для них характерно почкование. При этом молодое животное образуется на материнском организме из особого выроста – почкородного столона. На определенном этапе развития молодой организм отделяется от материнского или остается прикрепленным к нему, что характерно для колониальных форм. Асцидии – гермафродиты. Из заплодотворенного яйца выходит личинка. Она напоминает маленького головастика. Эти миниатюрные создания устроены намного сложнее, чем их родители. У них есть хорда, нервная трубка, заканчивающаяся мозговым пузырьком. Найдя подходящий субстрат, личинка прикрепляется к нему и начинает вести неподвижный образ жизни. Антогенез человека включает периоды дорепродуктивный, репродуктивный, пострепродуктивный, новорожденный – от рождения до одного месяца, грудной возраст – от месяца до одного года, детство – с одного года и до начала полового созревания – 10-12 лет. Подростковый, пубертатный возраст – от 10-12 до 16-18 лет. Юность – окончательно физическое формирование, завершение обучения, начало самостоятельной жизни. Зрелость – это время максимальной реализации личностных потенциалов в качестве профессионала, родителя, супруга. В старости происходит постепенное угасание многих физиологических функций, но при этом человек обладает максимальным жизненным опытом. Что такое стволовые клетки? Основным свойством любой стволовой клетки является ее способность к дифференциации. Стволовая клетка может дать начало определенному виду клеток различных органов. Из стволовых клеток может вырасти и сформироваться и клетка печени, и почки, и сердца, и сосуда, и кости, и т.д. То есть, по своей сути, стволовые клетки – это своеобразный резерв, из которого, по мере необходимости, будут формироваться новые клетки различных органов, взамен погибших или поврежденных. Стволовые клетки – это та основа, из которой развивается весь организм. Так, зародыш целиком состоит из стволовых клеток, которые начинают постепенно дифференцироваться в клетки будущих органов и тканей. Во взрослом организме стволовых клеток гораздо меньше, чем в организме новорожденного. В случае повреждения какого-нибудь органа, стволовые клетки направляются к очагу бедствия и превращаются в клетки больного органа, способствуя его восстановлению. Именно это свойство стволовых клеток легло в основу разработки методов их применения в терапевтических целях. Организм человека, к сожалению, подвержен неблагоприятному влиянию внешней среды. Уже почти полвека официальная медицина использует трансплантацию стволовых клеток костного мозга для лечения тяжелых болезней, в первую очередь лейкозов и других, онкологических заболеваний, когда после химиотерапии необходимо восстановить кровотворные и иммунные функции. В 1988 году в Париже врачи успешно провели трансплантацию стволовых клеток мальчику, больному анемией. Сегодня стволовые клетки пуповинной крови применяются не только для лечения заболеваний системы крови. Список показаний для использования стволовых клеток увеличивается с каждым годом. Сейчас проводятся клинические испытания по применению стволовых клеток пуповинной крови при неврологических, рассеянный склероз, повреждения головного и спинного мозга, ДЦП и эндокринных, сахарный диабет, заболеваниях, болезни печени, цирроз, злокачественных опухолях. В 2007 году Нобелевская премия по физиологии и медицине была присуждена двум американским ученым и одному англичанину за эксперименты со стволовыми клетками. А основы теории стволовых клеток еще в начале прошлого века заложил профессор Санкт-Петербургской военно-медицинской академии Александр Максимов. Молодильные яблоки, кипящие чаны с молоком, окунувшись в которые, можно стать молодым красавчиком, мертвая и живая вода, способная вдохнуть жизнь впавшего богатыря. Это наши русские сказки. В фольклоре любой страны отражена мечта людей обрести бессмертие. В сказке ложь, но, как мы знаем, и намек. Проблема возвращения молодости актуальна всегда. Уже в течение многих лет добиваются омоложения клеток инъекциями с экстрактом клеток эмбриона овцы. В итоге не только восстанавливаются стареющие клетки, но и укрепляется иммунная система, нормализуется гормональный баланс и даже останавливается рост раковых клеток. Существует очень редкое генетическое заболевание, сопровождающееся очень быстрым ураганным старением. Оно называется прогерия. При прогерии возникают изменения кожи и внутренних органов, которые обусловлены преждевременным старением организма. В мире зафиксировано не более 350 случаев прогерии. Любой живой организм не может жить вне среды обитания. Столь же невозможны и развития организма вне окружающей среды, вне факторов, на него воздействующих. Зародыш млекопитающих, в том числе и человека, очень чувствителен к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды. На его развитие влияют вещества, которые он получает с кровью матери. Влияние окружающей среды на организм приводит к изменениям в нем. Употребление наркотических веществ, алкоголя и никотина пагубно влияет на человека. Опасности подвергаются не только сами люди, потребляющие чрезмерно алкоголь, но и окружающие их лица. Повышенная раздражительность, измененная психика и агрессивность приводит к тому, что жизнь в семье рядом с таким человеком становится невыносимой. Зачатие ребенка от страдающих алкоголизмом матери или отца опасно в связи с высоким риском рождения ребенка с серьезными отклонениями в здоровье. Неблагоприятные воздействия окружающей среды приводят к негативным изменениям в развитии организма и его гибели.